9.8 Четко по паспорту Несмотря на то, что здесь простая полузависимая балка сзади Как же здорово здесь подруливает задняя подвеска в поворотах Да, Церата едет довольно плотно, повторяет профиль дороги Довольно много неровностей передает в салон Эх, сюда бы еще более эффективную шумоизоляцию Потому что, ну, то, что есть сейчас, это такой средненький корейский акустический комфорт Здесь на джете такое ощущение, будто мотор с коробкой, ну, вообще не дружит Ты нажимаешь на педаль, следует пауза, только потом коробка сбрасывает передачи Но здесь и усилие на руле пожиже, и крены заметнее На разбитой дороге в салон цепятся удары, какие-то острые тычки Не хватает подвески собранности и энергоемкости Ребята, всем привет! Это канал Автоспот Совсем недавно мы для вас выпустили подробный обзор на новый Volkswagen Jetta Ссылочку, как всегда, вы найдете в описании И вполне ожидаемо, что с такими ценами вы в комментариях эту Jetta дружно отправили обратно в Мексику Да-да, если кто не знает, эта машина приплывает к нам именно оттуда Но мы все равно решили устроить Jetta сравнительный тест с ее прямым конкурентом с Kia Cerato Ну, кто знает, может быть, Jetta как-то по-особенному и очень приятно едет А главное, что на Jetta теперь появились очень неплохие скидки Поэтому ее покупка не выглядит такой уж бессмысленной Так что давайте начнем ВАГ против Kia Мексиканская сборка против Калининградской Турбомотор против Атмосферника И тут хочется сказать, что робот DSG против классического автомата Но нет, на Jetta теперь тоже традиционная гидромеханика Самый доступный Cerato это мотор 1.6, механика и 1.165.000 рублей Но, конечно, версии с автоматической трансмиссией гораздо популярнее 1.6 с автоматом начинается от 1.205.000 рублей А с двухлитровым мотором это уже 1.250.000 То есть доплата за более мощный двигатель составляет 45.000 рублей Что, в принципе, относительно цены автомобиля не так уж и много Поэтому большинство машин продаются именно с мотором объемом 2 литра И тестовый Cerato не исключение У нас почти самая дорогая комплектация, которая называется GT Line И стоит такая машина 1.455.000 Кстати, GT Line это новинка, которая появилась в конце прошлого года И заменяет она прежнюю комплектацию Premium Снаружи Cerato GT Line отличается от обычного Вот такой решетка радиатора с красными вставками, зеркалами в черном глянце Накладками на пороге, небольшим спойлером на крышке багажника И диффузором в заднем бампере Ну и, в принципе, независимо от того, есть ли вот это оформление GT Line или его нет Мне нравится, как выглядит Cerato Такой динамичный, симпатичный дизайн у него получается Но, конечно, вот эти накладки на пороге можно было сделать как-то поаккуратнее Посмотрите, все уже здесь топорщится и отходит Базовый мотор для Jetta это тоже атмосферник 1.6 Но цены гораздо выше Версия с механикой только начинается от 1.485.000 рублей То есть Jetta прям сходу дороже аж на 320.000 И доплата за автомат здесь не 40.000 рублей, как на Cerato, а все 60.000 Причем базовая комплектация у Jetta совсем скромная Там будут обычные 16-дюймовые штамповки с колпаками Не будет противотуманок, подогрева руля и камеры заднего вида Плюс обычный кондиционер и всего 4 динамика Да, в принципе, у Cerato базовая комплектация тоже скромная Но и цена там гораздо ниже А у нас Jetta с топовым мотором 1.4 Turbo И вот тут нужно сделать важное замечание Потому что если Cerato со старшим двигателем 2.0 можно купить в любой комплектации Начиная с самой базовой То Jetta 1.4 TSI это только самый топ аж за 1.860.000 рублей Причем у нас машина с дополнительным пакетом, в котором есть люк И по прайсу такая Jetta стоит аж 1.940.000 рублей И на первый взгляд это просто какой-то кошмар И вы наверняка уже захотели выключить это видео И в принципе я вас понимаю Потому что ну какая, ребят, Jetta за 2 миллиона Это просто надо быть каким-то сумасшедшим Но не спешите с выводами Потому что сейчас Jetta отдают с хорошими скидками И скорее всего, если вы придете к дилеру Volkswagen вот за такой конкретной машиной То вам сходу предложат дисконт в 200 тысяч, а то и больше И вот тут уже можно подумать Если говорить о технике, то Cerato это, считайте, седан на платформе хэтчбека Kia Ceed Но есть одно важное отличие Если у Ceed сзади многорычажная подвеска То здесь простая полузависимая балка И наверняка вы сейчас подумали Ха, вот в этой как раз дисциплине у Jetta и будет преимущество Ведь в предыдущем поколении у нее была сзади многорычажка Но, увы, придется мне вас огорчить Да, Jetta хоть и построена на современной ваговской платформе MQB Но сзади здесь тоже простая полузависимая балка И я думаю, вы заметили, что Jetta смотрится покрупнее и помассивнее, чем Cerato И это действительно так Она на 6 сантиметров длиннее Но при этом колесная база у Kia на полтора сантиметра больше Под капотом у Cerato двухлитровый атмосферный мотор С обычным распределенным впрыском Алюминиевый блок и цепь в приводе ГРМ Выдает этот агрегат 150 сил и 192 ньютон-метра крутящего момента А коробка передач здесь это классический шестиступенчатый автомат У Jetta очень тяжелый капот И посмотрите, как сделана кочерга, на которой он держится Очень хлипко, все так шатается Не дай бог какой-нибудь ветер Смотрите, как бы вас этот капот здесь не прихлопнул Ну и еще одна неприятная деталь Бачок омывающей жидкости У Jetta объемом всего 3 с небольшим литром Против 5 классических литров у Cerato Ну а мотор здесь 1.4 турбо Точно такой же, например, как ставится на Octavio и Tiguan Непосредственный впрыск, алюминиевый блок И в приводе ГРМ здесь стоит ремень На выходе 150 сил и 250 ньютон-метров крутящего момента Ну а коробка передач это не робот DSG, как я уже говорил А классический шестиступенчатый автомат Причем на рынке США на Jetta ставится восьмиступенчатый классический автомат Но, увы, к нам в Россию его не привезли Мы померили дорожный просвет И у Cerato он составляет 14 сантиметров А вот у Jetta получается практически кроссоверный клиренс Целых 17 сантиметров Но есть обратная сторона медали Посмотрите на вот это огромное расстояние между колесом и колесной аркой Видимо, здесь стоит пакет для плохих дорог Из-за которого Jetta довольно несуразно в профиль выглядит Кажется, она слишком приподнятой Базовые фары у Cerato галогенные А вот такие полностью светодиодные фары Они будут только в двух самых дорогих комплектациях Как раз начиная с нашей GT Line У Jetta фары светодиодные вне зависимости от комплектации Но бывает два типа фар В более доступных версиях это простые рефлекторные фары Но если вы хотите, чтобы ваша Jetta была вот такой же симпатичной Как наша с линзованными фарами И вот такими скобками диодных ходовых огней То придется брать только самую дорогую комплектацию Потому что заказать эти фары отдельной опцией Для более скромных комплектаций, увы, нельзя Уже в базовой комплектации и у Jetta, и у Cerato Будет 6 подушек безопасности Фронтальные, боковые и шторки А краш-тесты этих автомобилей проводили в американской организации IIHS Там делают целую серию ударов с 40% перекрытием С малым перекрытием, причем как водительской, так и пассажирской стороной Плюс боковой удар И вот во всех этих краш-тестах эти автомобили отработали на отлично А из современных систем активной безопасности У Jetta в этой комплектации есть адаптивный круиз и система экстренного торможения А вот для Cerato эти системы почему-то недоступны Хотя это странно, ведь на сид эти электронные помощники ставятся Но зато у Cerato, в отличие от Jetta, есть контроль мертвых зон У Cerato недоступна так называемая виртуальная педаль То есть вы не можете взмахнуть ногой, чтобы открыть багажник Но вы можете подойти, подождать 3 секунды, и тогда багажник откроется Но правда толку от этого не очень много Потому что если руки у вас заняты, все равно придется ставить вещи на пол и на землю И поднимать вот таким образом крышку Заявленный объем отсека 502 литра Ну и в общем-то больше я ничего особенного вам про этот багажник не могу рассказать Типичный отсек для седана С-класса Хлипенький такой пол, под полом полноразмерная запаска на 17-дюймовом диске Как и основные колеса Ну и все, есть единственный только вот такой хлястик под канистру с омывайкой Больше здесь ничего нет По цифрам багажнику джетто немного покрупнее 510 литров заявленный объем И действительно на глаз кажется этот отсек более вместительным Но мы привыкли с вами ждать от Volkswagen каких-то практичных фишек Внимание к деталям, какой-то аккуратной отделки Но здесь, увы, это не про джетто Смотрите, петли так же как и у Церата ничем не прикрыты Скромная отделочка, здесь голый металл Электропривода, конечно же, нету И даже камера заднего вида, в отличие от многих моделей концерна Volkswagen Здесь без омывателя Ну и никаких петелек, полочек здесь в этом отсеке тоже нет А под полом расположена докатка Это задние места Церата И посмотрите, у меня в принципе неплохой запас места в коленях Хотя ступням под полностью опущенным передним креслом Места все-таки маловато Ну и не сказать, что здесь очень удобно сидеть Потому что, смотрите, диван расположен довольно низко Подушка короткая, поэтому бедра у меня практически висят в воздухе Ну и заснащение здесь все стандартно Есть подогрев, есть дефлекторы вентиляции Вот здесь по центру подлокотник А вот никаких зарядных разъемов здесь сзади у Церата вообще не бывает Ну и еще одна странная экономия Здесь всего один кармашек в спинке переднего кресла Но зато здесь в Церата практически нет центрального тоннеля Поэтому будет удобно сидеть втроем Интересно, что колесная база у Джетто чуть короче, чем у Церата Но по ощущениям именно здесь чуть больше места в коленях Да и ступням под передним креслом как-то посвободнее Вообще, хочется сказать, что сидеть здесь поудобнее Потому что диван лучше поддерживает бедра А вот с оснащением здесь немного другая ситуация по сравнению с Церата Потому что у Джетто, например, вообще не бывает центральных дефлекторов вентиляции сзади Но, как и в Церата, есть подогрев второго ряда и подлокотник А еще сюда, в отличие от Kia, можно заказать зарядный USB разъем И совсем не характерная вещь для Volkswagen Здесь тоже всего один карман в спинке переднего сидения А еще здесь трудно будет усесться втроем Потому что посмотрите, какой огромный и массивный у Джетто центральный тоннель Друзья, если вы присматриваете себе Церата, Джетто, ну или какой-то другой новый автомобиль И хотите купить его максимально выгодно То заходите на сайт автоспот.ру Там, как всегда, собраны актуальные скидки и спецпредложения На огромное количество новых автомобилей от официальных дилеров Причем теперь можно посмотреть не только максимальный размер скидки Но и различные варианты в зависимости от способа покупки Ну а если автомобиль у вас уже есть И вы хотите сэкономить на его обслуживание То это тоже можно сделать через автоспот Ведь теперь там доступна запись на плановое ТО со скидкой Чтобы это сделать, нужно зайти во вкладку сервисы и ТО Выбрать вашу марку, модель и модификацию И то ТО, которое вы хотите по плану пройти После этого вы увидите карту с ценами Вы эти цены сравниваете, выбираете лучшую и записываетесь Причем предложения представлены только от официальных сервисов Так что гарантию вы не потеряете Пока такое предложение действует только в Москве и Санкт-Петербурге Интерьер Церата в версии GT Line отличается от обычного Вот таким спортивным рулем со скошенным ободом И под рулевыми лепестками накладками на педали И главное вот такими спортивными сидениями С более развитой боковой поддержкой И действительно удачные получились кресла Так плотно они обнимают тело Но все-таки мне здесь не хватает регулировки поясничной опоры Но посадка в целом мне нравится Здесь можно сесть прям так низко Хорошие диапазоны регулировок Обзорность неплохая Стойки здесь не очень толстые А зеркала нормального размера Мне вообще нравится дизайн этого интерьера Здесь такая необычная форма передней панели Классные дефлекторы вентиляции по бокам Довольно аккуратненько вписан дисплей мультимедийки Вот в это общее оформление салона И еще здесь классная центральная консоль Благодаря которой ничего не мешает вашему правому колену Да, у Церата автоматический режим есть только у водительского стеклоподъемника Но, по-моему, давно уже пора перестать экономить на этом Но в целом этот интерьер очень удобный и понятный Потому что все здесь, как всегда, у корейцев логично Отлично сгруппированы клавиши Шикарные приборы Такие строгие С ясным и красочным дисплеем бортового компьютера Удобный блок климат-контроля Хорошая организация центрального тоннеля Пожалуйста, два подстаканника Вот здесь сгруппированы клавиши подогревов Две полочки Беспроводная зарядка Зарядные разъемы Причем здесь два разъема USB И еще один разъем USB Вот здесь в центральном подлокотнике Да, кстати, забыл сказать Комплектация GT-Line отличается еще и черным потолком Мультимедийная система у Cerato с 8-дюймовым экраном Неплохой интерфейс Понятный, логичный Но все-таки графика у него такая Немножечко мультяшная Получилось, можно было ее сделать все-таки посерьезнее Неплохой отклик у этого экрана Не нужно ничего искать Совсем моментально можно разобраться Все настройки находишь с первого раза Но все-таки иногда этот комплекс подтормаживает Картинка с камеры заднего вида Ну, такая, не сказать, чтобы прям роскошная Средненькое качество изображения Есть здесь интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto А еще здесь есть удобная фишка Встроенный Яндекс.Навигатор Вы можете раздать Wi-Fi с телефона Подключиться к нему через вот это мультимедийное устройство И прямо отсюда пользоваться Яндекс.Навигатором По интерьеру Jetta это такой типичный Volkswagen Все здесь хорошо знакомо и по другим моделям этого концерна Кнопочки, крутилки, рычажки Все это где-то мы уже видели Такие типичные сидения Volkswagen С плотным профилем, неплохой боковой поддержкой Но, что интересно, вот в нашей комплектации У сидений электропривод И почему-то нельзя менять угол наклона подушки И памяти здесь нет Хотя у Cerato, например, в топовой комплектации Память будет А главная фишка этого интерьера заключается в том Что здесь дефлекторы вентиляции и мультимедийка поменялись местами Если раньше дефлекторы были наверху То теперь наверху мультимедийка А дефлекторы внизу И получается такой комплекс из вот этой цифровой приборки И мультимедийной системы Которая напоминает новый Touareg И в принципе пользоваться всем этим цифровым хозяйством Действительно удобно Потому что ты меньше отвлекаешься от дороги Не нужно куда-то вниз глаза опускать Все перед тобой вот здесь наверху Но, конечно, не хватает мне здесь какого-то Фольксвагеновского внимания к деталям Потому что, смотрите, подлокотник не регулируется Например, в отличие от Октавии Ворса в дверных карманах Здесь нет Бардачок тоже голенький Из пластика Беспроводной зарядки у Джетты не бывает Ну, конечно, за тот прайс, который заявлен для этой машины Хочется какой-то большей заботы И посмотрите, куда фольксвагеновцы засунули Динамик системы Эра Глонас Вот он занимает один из подстаканников Не понимаю, почему нельзя было ему найти Более подходящее место Еще одна беда Джетты в том, что здесь нет традиционных USB-разъемов Здесь они только формата Type-C Поэтому, чтобы подключить ваш традиционный провод Придется покупать вот такой переходничок USB здесь, Type-C здесь вставляем И уже можно пользоваться Причем проблема в том, что такой переходник на заправках вы не найдете Я, например, заказывал его в магазине электроники Понятно, что всего 300 рублей, но все-таки время пришлось потратить В остальном, как я уже говорил, это такой типичный фольксваген Все удобно и все логично В топовой комплектации у Джетты будет вот такая цифровая приборная панель И я знаю, что для многих это большой плюс Ну, действительно, функциональная приборка Куча здесь возможностей Есть три основных темы Огромный функционал у бортового компьютера Но проблема в том, что такую приборку вы в качестве отдельной опции Не можете заказать на более скромные комплектации Еще к особенностям Джетты на фоне Церата можно, конечно же, отнести и люк Тоже я знаю, что многим эта опция очень важна В более доступных комплектациях дисплей мультимедийной системы У Джетты будет с диагональю 6,5 дюймов А у нас топовый 8-дюймовый комплекс И нужно сказать, что это на самом деле классная мультимедийная система Очень приятный такой красочный дисплей с хорошим разрешением Отличный отклик Все здесь здорово сделано Ничего не нужно искать Куча настроек, эстетическая подсветка Apple CarPlay, Android Auto Посмотрите, как здесь здорово сделаны иконки радиостанций Можно вызвать сверху вот такую менюшку, как в вашем смартфоне Здесь, пожалуйста, сразу же регулировка яркости И, например, отключение звука Картинка с камеры заднего вида здесь примерно такая же, как на Церата Но странно, что нет динамической подсказки траектории Ну и отдельное спасибо фольксвагеновцам за то, что они оставили две традиционные крутилки громкости и настройки радиостанций Итак, давайте устроим дрэк-заезд между новой Джетто и Церата И там, и там классический шестиступенчатый автомат 150 атмосферных сил против 150 сил турбированных Коробку в спорт и на три гудка стартуем Оп! Вырываемся вперед со старта Но сейчас уже Джетто нас догоняет и опережает Опережает! Давай, Церата! Нет, уже, конечно, все Джетто выигрывает, да Но очень близко, очень близко Теперь давайте замерим реальные цифры разгона до сотни у Киа Церата Выключаем кондиционер, коробку в режим спорт Старт с одной педали Поехали! Заявлено для этой версии 9,8 секунды до сотни Вполне, кстати, бодренький разгон получается 9,8 Четко по паспорту Вот эта связка двухлитрового атмосферника И классического шестиступенчатого автомата У Церата настроена прям здорово Даже в обычном не спортивном режиме Здесь хорошие отклики на педаль газа Логичные и шустрые переключения А уж если включить режим спорт То все прям становится ну совсем Хорошо, приятно машина так следует за педалью Как по ниточке И да, казалось бы, ну кого сейчас удивишь вот этой мощностью В 150 атмосферных сил Но именно благодаря вот этой хорошей согласованности Мотора и коробки Ускоряться на Церата прям приятно Стоит лишь чуть-чуть надавить на педаль газа Как машина сразу же с легкостью на это откликается И начинает набирать скорость И главное, что вот этот азартный Приятный характер управления тягой Он здесь целиком и полностью поддерживается И настройкой шасси Очень здорово Церата едет в поворотах Хорошее усилие на руле Небольшие крены Классно машина цепляется за траекторию И представляете, несмотря на то, что здесь простая Полузависимая балка сзади Как же здорово здесь подруливает задняя подвеска В поворотах Но на самом деле здорово Корейцев остается за такую настройку только похвалить И совсем не скажешь, что вот эта веселая и задорная управляемость Она привела к какой-то никудышной плавности хода Нет, все здесь с этим неплохо Да, Церата едет довольно плотно Повторяет профиль дороги довольно много Неровностей передает в салон То есть характер плавности хода здесь примерно такой же, как и на Сиде Но, как и в случае с хэтчбэком Седан все неровности проходит так упруго и собрано Эх, сюда бы еще более эффективную шумоизоляцию Потому что, ну, то, что есть сейчас Это такой средненький корейский акустический комфорт Потому что и мотор здесь вот этот атмосферный На разгоне довольно отчетливо прослушивается Ну, и не сказать, чтобы очень хорошо салон изолирован от шинного гула Но не скажешь, что это прям такой совсем уж бюджетный уровень шумоизоляции На самом деле, по сравнению с корейскими автомобилями предыдущих поколений Это все-таки прогресс В общем, мне понравилось, как едет Церата Такой хорошо настроенный автомобиль получается А главное, что в нем есть какое-то веселое азартное настроение Теперь разгон до 100 км в час у Джетты Выключаем кондиционер, коробка в режиме С Старт с одной педали Поехали Заявлено для этой версии 9,1 секунды до сотни Тоже вполне бодренький разгон 9,7 Ну да, у нас пошел дождь Но все равно чуть-чуть быстрее все-таки получается, чем у Церата Но проблема в том, что на контрасте с Церата Здесь на Джетте такое ощущение, будто мотор с коробкой ну вообще не дружит Потому что и задержки на переключениях есть ощутимые Ты нажимаешь на педаль, следует пауза Только потом коробка сбрасывает передачи Да и плавности в работе трансмиссии не хватает В общем, гораздо хуже настроен этот силовой агрегат по сравнению с Kia А самое интересное и, пожалуй, неожиданное заключается в том, что и управляемость у Джетты не такая точная, как у Церата А ведь мы всегда привыкли хвалить Фольксвагены за точную и азартную настройку шасси Но здесь и усилие на руле пожиже, и крены заметнее Ну и самое главное, реакции такие более плавные, более вальяжные Джетта так все более лениво делает по сравнению с Церата Ну и, конечно, вот такая настройка шасси, она не вызывает никакого желания ехать быстро в поворотах Вы скажете, ну какие гонки, какие повороты Эта машина просто должна комфортно вести вас из точки А в точку Б И да, действительно, в чем-то подвеска у Джетты получается комфортнее, чем у Церата По-ровному асфальту Джетта прям так дорого катится, хорошо фильтрует мелкие неровности Не так заметно реагирует на колейность по сравнению с Церата Но стоит под колеса попасть в какой-то более глубокой и более острой яме, как вот тут начинаются проблемы На разбитой дороге в салон сыпятся удары, какие-то острые тычки Не хватает подвески собранности и энергоемкости Да, по шумоизоляции Volkswagen традиционно лучше, чем Kia И турбомоторчик этот здесь не так слышно в салоне, и шума от шин здесь поменьше Но все равно, на мой взгляд, Джетте не хватает гармонии Потому что, с одной стороны, и какого-то суперкомфортного седана из нее не получилось Ну, а с другой, и каким-то азартным характером она порадовать тоже не может Вот и получается, что Церата с двухлитровым мотором можно купить уже за миллион триста И это получится вполне себе такой гармоничный автомобиль Управляя которым вы, ну, можно сказать, что будете получать удовольствие А Джетта за миллион шестьсот, миллион семьсот Ну, это такая крайне странная покупка Нужно прям сильно влюбиться в эту машину Ну, и если честно, я пока не увидел за что На сегодня это все Мы благодарим официального дилера Volkswagen компанию Rolf за предоставленный автомобиль А вы напишите в комментариях, чтобы вы взяли себе Джетту или Церата И не забудьте подписаться на канал Автоспот Оставайтесь с нами Вас ждет впереди еще много интересных тестов Субтитры сделал DimaTorzok Оставайтесь с нами Продолжение следует...